Украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав, здравствуйте. Да, доброе утро. Я очень благодарен вам, что вы оперативно сейчас согласились к нашему эфиру подключиться, чтобы про Крым поговорить. Вы сами родом из Крыма. Можете объяснить, что это за склад рядом со старым Крымом, этот склад, который там находился еще до аннексии в 2014 году? Я думаю, много важнее тот факт, что я до начала войны в 2014 году проходил службу в Крыму, соответственно, выполнял задачи на разных военных объектах, в том числе и на Старокрымском полигоне. Да, этот полигон имеет достаточно длительную историю, и склады с боеприпасами там находились еще с довоенных времен. Я не готов говорить про аннеклатуру вооружения и боеприпасов, которые сейчас детонируют на Старокрымском полигоне. Вероятно, за эти 9 лет россияне завезли свое оборудование, свои боеприпасы, свою технику, но то, что детонирует она весьма бодро, и видео, которое выставляет ресурс «Крымский ветер», я могу верифицировать, как снято именно на Старокрымском полигоне, это очевидно. Также очевидно, что нет безопасных мест на территории Крыма. Владимир Зеленский, президент Украины, обращаясь к крымчанам, всякий раз говорит, держитесь чем дальше от военных объектов, где могут находиться противник, потому как это смертельно опасно. Собственно говоря, сейчас мы видим как раз четкое подтверждение словам президента Владимира Зеленского, ведь детонация масштабная, она продолжается уже несколько часов, а с учетом того, что, по крайней мере, в довоенный период времени на складах в Старом Крыму хранились в том числе боеприпасы больших калибров, 122-152 миллиметра, то, соответственно, если они детонируют и потушить в короткое время, эту детонацию будет крайне сложно. То есть это может продолжаться сколько часов, например? Ну, достаточно долгое время, ведь дело в том, что склады-то находятся рядом, но так как обваловка не всегда спасает от взрывающихся, летящих на сотни и сотни метров частей боеприпасов, то, соответственно, поджог иных штабелей с боеприпасами вполне вероятен. Как мы это видим, на видео слышно как одиночные взрывы вторичной детонации, так и массированные подрывы. То есть очевидно, что это может продолжаться либо до момента, пока все эти склады полностью не выгорят, либо же в работу могут включиться соответствующие спасательные команды и пожарные команды. Хотя в таких условиях, когда летят осколки от крупнокалиберных снарядов, работать спасателям крайне сложно. Поэтому, скорее всего, будет избрана тактика ожидания, пока все не выгорит на этих складах, а затем уже будут смотреть, что осталось, кто выжил, кто не выжил. Есть, кстати, информация, которая требует подтверждения, мол, среди военного персонала, это полигоны есть погибшие и раненые. Владислав, интересно здесь, что от этого полигона до линии фронта, по нашим подсчетам, около 270 километров. Как сейчас украинские военные вообще осуществляют эти операции по подрыву складов на таком удалении от линии фронта? Дело в том, что версии подрыва склада с боеприпасами может быть несколько. И хотя Гавуляй Тараксюнов заявляет просто о том, что случился пожар, мы должны с вами детализировать, а что стало причиной того пожара. Либо это был прилет Шторм Шеду, местные жители говорят, что было как минимум три взрыва перед началом вторичной детонации, либо же это прилетели неизвестные добрые БПЛА, ударные дроны Камикадзе, а либо, возможно, отработали украинские партизаны, крымские партизаны, которые весьма внимательно следят как за перемещением российских оккупационных войск, железнодорожными и автомобильными дорогами Крыма, так и, соответственно, вполне возможно, что это была совершена диверсия, направленная на ликвидацию этого склада с боеприпасами. Ну вот вы упомянули Сторм Шеду, то есть сейчас технически возможно на такое расстояние поражать ракетами с территории, которую контролирует Украина? Буквально на минувшей неделе мы получили информацию о том, что порядка 50 ракет типа «Скальп», а это аналог «Сторм Шеду» передает нам правительство Франции. Я не готов говорить о тактико-технических характеристиках «Скальпа», потому как есть разные его версии, и те, что способны преодолевать расстояние до 250 километров, а есть версии топовые, которые способны преодолевать расстояние до 500 километров. Вариант применения такого типа вооружения, боеприпаса я бы не стал исключать. В любом случае, со временем мы узнаем, когда придет время, ну а пока можем просто посмотреть на ту самую прекрасную картинку, которая, кстати, создает определенные сложности для движения легкового автомобильного транспорта по трассе Таврида, где то, что ныне маршрут Таврида проходит прямо по старой дороге, которая и вела прямо в притык к тому самому Старокрымскому полигону. Очевидно, что в таких условиях вторичная детонация и развед осколков создают проблемы для перемещения автомобиля. Не важно, то ли это военные, то ли это гражданские. И, кстати, обратил внимание, на гугл-картах уже в красный цвет окрашены та часть Таврида, которая непосредственно прилегает к Старокрымскому полигону. Но при этом нужно понимать, что существует еще старая феодосийская трасса, она действует, она находится на достаточно безопасном удалении от складов в Старом Крыму. И, соответственно, я думаю, что в настоящее время именно ее используют крымские автомобилисты для перемещения. Владислав, ну вот интересно, что телеграм-каналы сейчас пишут о том, что взрывы длятся более двух часов в районе этого полигона. И давайте еще немного подробнее про географию. То есть Таврида – это та трасса, которую российские власти построили после аннексии полуострова. Это та трасса, которая условно соединяет Севастополь и Крымский мост. Да, и особенностью этой трассы является то, что она достаточно скоростная. Она проходит в обход, проложена в обход крупных населенных пунктов, поэтому трафик она способна поддерживать достаточно высокий. Потому как старая феодосийская, она же Керченская трасса, проходила через горный массив, огромное количество перевалов, крутых поворотов. И она достаточно узкая для перемещения, особенно больше грузных автомобилей. Эта же трасса Таврида позволяет перемещаться огромному потоку автомобилей, в том числе грузовых. И, соответственно, строилась она в свое время с расчетом на обеспечение стабильной логистики российской группировки войск, что действует на территории временно оккупированного Крыма из Севастополя. Но так сложилось, что в том числе часть этого маршрута проходит вдоль складов в районе Старого Крыма. Это восточная часть Крыма, недалеко от Феодосии. На карте несложно найти те самые населенные пункты. Их четыре, откуда проводится в настоящее время эвакуация гражданского населения. Но и также очевидно, что вражеских объектов на территории Крыма достаточно много. Независимые журналисты и расследователи обнаружили как минимум 232 такого рода объекта. А в принципе они готовы говорить о том, что в Крыму может быть их до полутысячи. Соответственно, все эти объекты являются законными целями для украинских сил обороны. И в той или иной степени, думаю, со временем по ней будет нанесено либо же артиллерийское, либо же ракетное, либо авиационное поражение. Ведь враг должен четко понимать, что он находится в Крыму, а значит на чужой земле, потому как Крым это Украина. Владислав, и последний вопрос я задам вам. А учитывая перекрытие этой трассы, получается, что когда эти боеприпасы сейчас детонируют на этом складе, они могут поражать в том числе людей, которые рядом? Безусловно, я вновь повторюсь, снаряды там хранились в том числе и больших калибров. Соответственно, разлет осколков может достигать не просто сотен, а даже километров. Соответственно, для того, чтобы не находиться в зоне поражения, лучше всего принять предложение местной оккупационной власти и удалиться в более безопасные районы. Как минимум на сутки реализовывать эту программу, программу эвакуацию, размещать местных жителей в школах, в более крупных населенных пунктах, но на сравнительно безопасном удалении от местных взрывов. Ну, очевидно, что тут вопрос сохранения жизни и здоровья гражданского населения является крайне важным. Опять же, вспоминаю, Женевская конвенция, в соответствии с Женевской конвенцией, именно оккупационная власть несет ответственность за сохранение жизни и здоровья местных жителей. Да, Владислав, ну я в самом конце просто добавлю, что оккупационная власть, как мы на этой неделе слышали, рекомендует людям уезжать из Крыма на территорию России через другие оккупированные украинские территории, которые тоже под обстрелом украинских сил сейчас находятся. Владислав, спасибо вам огромное. Владислав Селезнев, украинский военный эксперт и полковник запаса украинской армии был гостем утреннего эфира настоящего времени.